МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорога, по которой можно добраться до ближайших домов. Люди вынуждены где-то какими-то тропками окольными ходить. В вечернее время здесь темно, фонари не работают. И, соответственно, травмоопасно часто. Оказалось, что причины здесь даже не в халатности управляющих компаний. Завалить сугробом дорогу попросила домком соседние девятиэтажки. Говорит, специально, чтобы привлечь внимание городских властей к нечищенной проезжей части. Убирать внутриквартальную дорогу должны городские коммунальщики. Но делать это в который раз приходится жителям за свой счет. Вот они и решили, что там, где заканчивается граница, их придомовой территории, закончится и работа нанятой ими техники. А дальше пусть хоть чиновники сами берут лопаты и разгребают эту снежную инсталляцию. А что нам остается? Вот теперь Сергей Александрович, когда мне звонил, я и говорю, Сергей Александрович, кому надо, я вам сколько раз верила. Чистили опять, убирали кучу. И в прошлом и позапрошлом году за свои же деньги опять трактор нанимали и кучу разбирали. В этом году кому надо, пусть расчищают. В 31-м дому управлении сами в шоке, потому что сугроб раздора, волей домкома и силой трактора оказался на их территории. Но разгребать чужой снег своими силами они не обязаны. Нина Буянова объясняет. Теперь, чтобы убрать его с дороги, нужно, чтобы специальная комиссия от главы района вышла на место, составила протокол и только потом решила, что и как сделать. Авось до весны дотянут, а там, глядишь, проблема сама собой растает. А снег-то не мой. А почему я должен за чужого работать? Вы поймите, я же не повезла свой снег на его территории. Я могла бы свалить, вот чистил дома и взял бы, свалил на их. Это же неправомочно. Несмотря на абсурдность ситуации, под угрозой остаются тысячи жизней местных жителей. Завалена единственная сквозная дорога в микрорайоне. И пока коммунальщики выясняют, чей это сугроб, ни скорая помощь, ни пожарная техника, ни аварийная служба, энергетиков проехать здесь не смогут. Людмила Кусерова, Павел Толобаев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова